Приветствую всех, дорогие друзья. В последние дни произошло множество интересных событий. В сети наконец-то появился первый игровой тест Core i9-11900K, видеокарта RX 6900XT практически сравнялась с флагманом зелёных, а тесты китайского квантового компьютера просто вводят в ступор. Обо всём этом и о многом другом я расскажу вам прямо сейчас. Но перед тем как мы начнём, хочу рассказать вам про облачный гейминг GeForce Now. Это отличная возможность запускать самые новые игры даже на старом ПК, макбуке и даже на мобильном телефоне. А если вы устали сидеть за компьютером, то вы спокойно можете продолжить играть на своём телевизоре. С gfn.ru у вас даже есть возможность играть через браузер и не тратить время на установку приложения. Все игры уже настроены, готовы к запуску на максимальных настройках и поддерживают самые передовые технологии, включая трассировку лучей. Также у облачного гейминга есть неоспоримые плюсы. Во-первых, вам не нужно тратить 100 тысяч на покупку ПК, а во-вторых, вы можете играть где вам удобно и с чего вам удобно. К тому же у GeForce Now огромная библиотека из более чем 700 игр, которая уже включает Valhalla и Watch Dogs, а все ранее купленные игры вы можете спокойно запускать и не покупать повторно. Кстати, Cyberpunk появится на gfn.ru с первого дня запуска. Так что заглядывайте в описание ролика, переходите по ссылке которую я оставил, подключайте премиум доступ и играйте в самые новые игры на любом устройстве. А я хочу начать выпуск с новостей из синего лагеря. На днях компания Intel нашла способ решить проблему с нехваткой производственных мощностей. Стало известно, что выпуском графических процессоров XE для сферы ресурсоемких вычислений будет заниматься компания TSMC. Тайванцы также будут ответственны и за производство однокристальных систем Atom и Xeon. А подготовка к релизу процессоров Rocket Lake S только набирает обороты. Источником свежей утечки послужила база Ages of the Singularity, причём в ней фигурирует не опытный экземпляр процессора, а финальный образец с маркировкой Core i9-11900K. Согласно показаниям бенчмарка, процессор оперировал 8-ю ядрами и 16-ю потоками и работал на номинальной частоте 3,5 ГГц. К сожалению, частота буста в бенчмарке не раскрывается, а процессор смог набрать 6400 баллов в разрешении 1080p. Если сравнивать этот результат с флагманом красных в лице Ryzen 9 5950X, то он быстрее всего на 11 процентов, хотя имеет вдвое больше ядер и потоков. Также хочется вам напомнить, что новые процессоры Rocket Lake S будут основаны на сокете 1200. Это означает, что материнские платы нынешнего поколения смогут поддержать обновления до Rocket Lake S, а в самих материнских платах уже начинают делать поддержку Smart Access Memory. На днях компания ASRock решила внедрить поддержку механизма Sizable BAR на материнских платах с сокетом 1200. Компания даже придумала для новой технологии собственное имя – Clever Access Memory. Также тайваньский вендор похвастался работой технологии на материнской плате Z490 Taichi со свежей прошивкой BIOS. После активации удалось добиться прироста в 11,5 процента и это в свежей игре Assassin's Creed Valhalla. А все владельцы материнской платы Z490 Taichi уже сейчас могут скачать бета-версию на официальном сайте вендора. Но когда остальные платы ASRock получат поддержку, к сожалению, не уточняется. И компания MSI также выпустит соответствующие прошивки для своих материнских плат. А в демонстрации работы технологии она случайным образом засветила новенький процессор Rocket Lake S. Правда это был инженерный образец и его наименование пока что отсутствует в программе CPU-Z. А вот в красном лагере появилась очень интересная новость про видеокарту RX 6900 XT. Она уже была протестирована всё в том же Ashes of the Singularity в разрешении 1080p на пресете Crazy. В игровом бенчмарке она смогла набрать 10 100 очков, показав средний результат в 102 кадра в секунду. В рейтинге она разместилась всего в шаге от зелёной RTX 3090, которая набрала в том же игровом тесте 10 400 очков. Но самое интересное, что более младшая видеокарта RX 6800 XT показывает точно такой же результат. Это может говорить о том, что прирост между 6800 и 6900 будет минимален, как и в случае с RTX 3080 и 3090. Однако это станет известно чуть позже, когда будет больше тестов в разных разрешениях. А ресурс видеокардс указывает, что обозреватели уже получили новинку для проведения полноценных тестов. И весьма вероятно, что один из них и является источником утечки производительности в Ashes of the Singularity. Тем временем южнокорейский оверклокер SafeDisk разогнал процессор Ryzen 5 5600X до частоты 5974 МГц. На такой частоте он смог поставить новый рекорд Cinebench R15 среди моделей с шестью ядрами, набрав при этом 2628 баллов. И конечно же зелёный лагерь смог порадовать нас приятными новостями. Как мы знаем, в начале следующего года Nvidia должна показать свои новые видеокарты для ноутбуков. Сейчас стали известны некоторые новые модели. Например, компания Gigabyte уже готовит целую линейку ноутбуков с процессорами Intel и новыми видеокартами Ampere. Самая топовая модель должна получить видеокарту RTX 3080 Max-Q и экран с разрешением 4К. Также очень примечательна модель Aero 15 OLED, которая получит RTX 3060 с экраном 4К. Думаю такой ноутбук придётся подушить тем, кто собирается работать или смотреть фильмы в хорошем качестве. А стоит он намного дешевле топовой модели. Плюс ко всему стали известны новые модели от компании Asus, которые получат процессоры Ryzen. Флагманские модели таких ноутбуков будут оснащены новейшими процессорами AMD, которые только должны представить в январе, а именно 12 января. Также Asus выпустила целую гору моделей RTX 3060 Ti. В общей сложности их будет 9 и они выйдут в рамках серии Rockstrix, TUF Gaming, Dual и KO. Все видеокарты будут доступны как в версиях с эталонными частотами, так и в версиях с заводским разгоном. И хочу рассказать вам про новости из квантового мира. Недавно на виртуальном мероприятии компания Intel представила контроллер Horse Reach 2, обозначенный как движение в сторону масштабируемых квантовых вычислительных систем. Первая версия этой криогенной системы на кристалле была представлена ровно год назад, а новая разработка, как утверждается, делает построение многокубитовых квантовых компьютеров ещё проще, дешевле и с лучшей управляемостью. Такой контроллер, как и его предшественник, изготовлен с использованием экономичного 22-нм техпроцесса. Его предназначение заключается в том, чтобы расположить управляющие кубитами электронные цепи как можно ближе к самим кубитам. Для этого он должен сохранять работоспособность при таких же низких температурах, при которых работают кубиты. Проще говоря, его место в холодильнике с кубитами, где рабочая температура стремится к абсолютному нулю. Тем временем физики из Китайского университета наук и технологий на собственном квантовом компьютере реализовали опыт по отбору проб гауссовских бозонов. Если что, это просто модель неуверсальных квантовых вычислений. А сам китайский компьютер за 200 секунд отобрал 76 фотонов, тогда как классическому суперкомпьютеру на это потребовалось бы 2,5 миллиарда лет. Такой опыт ещё раз подтверждает мощность квантовых компьютеров и их пользу для человечества. Тем временем компания Apple запатентовала сложный шарнирный механизм для градущего складного айфона. На первом рисунке в патенте изображено складное устройство, изогнутое под прямым углом. Самое интересное, что на рисунке показана совершенно новая конструкция многорычажной петли с несколькими шарнирными соединениями. Также в патенте упоминаются растягиваемые и выдвижные дисплеи. Указывается, что устройства с корпусными конструкциями, которые обеспечивают складывание, растягивание или раскручивание, могут предоставить пользователям больше места на экране при сохранении компактных размеров устройства. Ожидается, что первые такие устройства компания покажет в конце 2022 года. Ну а если вам понравился ролик, то не забудьте поставить ему лайк. А я хочу сказать огромное спасибо всем кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok